Сход граждан прошел в северском сельском поселении. Встречу посетили глава района Адам Джерим, его заместители, руководители служб и жители. Глава поселения Андрей Дорошевский представил общественности отчет о проделанной за первую половину 2021 года работе. Что делается поселением для улучшения водоснабжения? Мы меняем старые ветхие трубопроводы в рамках 5% каждый год от протяженности сетей. У нас 85 километров сетей водопроводных. За 5 лет провели анализ, подсчитали, поменено почти 20 километров труб. Но еще остается немало нам менять. Каждый год мы меняем 5-6, в этом году должны поменять 6 километров трубопровода. Глава поселения рассказал об основных направлениях деятельности администрации поселения. Дорожное строительство – одна из самых важных сфер. В рамках государственной программы Краснодарского края развития сети автомобильных дорог подписано соглашение с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края на общую сумму 15 миллионов рублей. В том числе по объектам тротуара по улице Ленина от кафе Удю до улицы Комендантская. Работы уже выполнены. Ремонт дороги по улице Найманова с устройством тротуара. Работы выполнены. Ремонт дороги по улице Народной. Ремонт находится в стадии завершения. В течение недели закончен этот объект. Каждый желающий мог задать вопросы районным и местным специалистам. Граждан волновали проблемы, связанные с электро- и водоснабжением, канализационной сетью, санитарным порядком в станице Северской. Ряд обращений связан с рекой Убин. Жители обеспокоены ее экологическим состоянием. Люди попросили расчистить от зарослей русла реки и углубить его, укрепить дамбу и починить подвесной мост в районе улицы Островского. Граждане также обратились к главе поселения с вопросом организации движения и пешеходных переходов по улице Народной. По улице Народной, в том месте, что вы описываете, у нас разработана схема одностороннего движения дорожного транспорта. Утверждена с архитектурой, утверждена с ГИБДД. У нас планируется там разметка как раз нанесения, знак пешеходный переход, установка. Поэтому все это в работе. Я думаю, мы в этом году сделаем. В летнее время большой проблемой во многих поселениях района является частое отключение электроэнергии и низкое напряжение. Перебои в подаче электричества – последствия аномальной жиры. Глава района Адам Чарим заверил жителей, что держит данный вопрос на постоянном контроле. Постоянно на телефонной связи с начальником РЭС. Как только что-то получается, мне сразу дежурно докладывают. Я стараюсь быстренько, чтобы отремонтировать. И запретил практически отключать какие-то плановые работы, проводить, пока на улице такая жара. Вот что могу сказать. Поэтому спасибо РЭСу за понимание. Но, коллеги, нужно держать руку на пульсе. Впереди еще пик жары мы не прошли. Август и половина сентября будут очень жаркими.